Инфекция в городе. В Саратове постепенно начинается эпидемия ОРВИ. По крайней мере, об этом свидетельствует закрытие сразу пяти школьных классов на карантин. В ближайшую неделю уроков не будет. В пятом А-классе 72-й школы, во втором А и во втором В в гимназии номер 2. Также за парты не сядут ученики гимназии номер 3. В дом останутся второй В и шестой А-классы. Количество заболевших превышает 20%. Об этом сегодня сообщает городской комитет по образованию. Тем временем в Балакове из-за высокой заболеваемости на карантин закрыли все школы до 14 февраля. Также в городе Атомщиков отменены все массовые мероприятия. Мы решили узнать у сотрудников Роспотребнадзора, насколько превышен эпидпорог и в каких случаях школу могут закрыть на карантин. К нам присоединяется Наталья Красильникова, начальник отдела эпидемиологического надзора. Сколько уже зарегистрировано случаев заболевания гриппом и ОРВИ по Саратову? Насколько превышен эпидпорог? Порог у нас превышен впервые на пятой неделе на 23% по Саратовской области. Зарегистрировано более 14 тысяч случаев заболеваний. Каковы условия, при которых школу или класс можно закрыть на карантин? Кто принимает такое решение? Условия определяются действующими санитарными правилами по профилактике гриппа и ОРВИ. Если в классе отсутствует 20% детей или в школе в целом отсутствует 20% учащихся или в детском учреждении дошкольном, то решением руководителя приостанавливается деятельность этого учреждения на максимальный срок инкубационного периода. Можно ли закрыть на карантин класс с целью профилактики по просьбе родителей? Для того, чтобы приостановить учебный процесс, необходимы основания, которые предусмотрены действующим законодательством. Просьбы родителей могут быть самыми разнообразными. Если, конечно, подтверждается еще отсутствие детей и высокой долей заболевших детей, то, безусловно, это решение будет принято. Какой вирус гриппа распространен сейчас у нас в регионе? В настоящее время в Саратовской области пока еще ни одного вируса гриппа не выявлено. И циркулируют вирусы не гриппозные теологии. Это вирусы риновирусы, аденовирусы и другие. Но, возможно, находки будут. По Российской Федерации есть небольшой процент. И чем больше вытеснять будет вирусы гриппа в структуре мониторинговых исследований другие вирусы, тем интенсивнее будет эпидемический процесс. А когда ожидается вспышка заболеваемости гриппом? Предполагаем, что интенсивность эпидемического процесса будет низкой в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе и высокой степени иммунизации. А поскольку весна не за горами, то вряд ли мы дождемся большой, такой значимой заболеваемости. Спасибо. На наши вопросы отвечала Наталья Красильникова, начальник отдела эпидемиологического надзора. С ней мы говорили о надвигающейся эпидемии ОРВИ и гриппа.